Мистическая история уже не первый год происходит с жителями дома номер 8 по улице 10-я санаторная областного центра. Каждый месяц им предлагают оплатить работу дворника. Вот только домочадцы ни разу его не видели. А во дворе убираются своими силами. В такой период, как осень, зима, ой, как лето, то есть мы убираем все сами. То есть вот так вот дежурим. Кто первый встал, тот первый и убрал, можно сказать. Елена, жительница дома, показывает платежку. Среди прочих услуг – содержание придомовой территории. В ее квитанции сумма 180 рублей. У соседей доходит и до 250. С 12 квартир в доме это порядка 3000. А за что? Это отчет о выполненных работах по обслуживанию и содержанию общего имущества. То есть тут все входит. Вот именно что насчет касается этой уборки. То есть по графику уборка, очистка от мусора, урн, установленных возле подъездов, их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома, производится по ихому отчету ежедневно. То есть подметание и уборка придомовой территории ежедневно. Этого мы не видим. Зимой, рассказывают жильцы, снег не чистят. В остальное время не убирают мусор. А контейнерная площадка на придомовой территории ситуацию характеризует вообще без слов. В управляющей компании ошибку признают. По обращению жильцов без лишних разговоров делают перерасчет. Но ведь людям приходится ездить, тратить время и силы. Ходим каждый месяц, надо ездить персонально каждому, писать акт, заявление, чтобы делали перерасчет. Иногда делают, а иногда и нет. То есть у меня-то я вот все плачу, долгов нет. Так привыкла. Ну вот в последнее время делают. Но почему мы должны ездить, я вот этого до сих пор не понимаю. Почему должны ездить и просить за то, чего не делается. Ну глупо как-то, да. Не убирают двор и не убирают строку в платежках. Жильцы полагают, что делается это в расчете на невнимательность или нежелание людей ехать через весь город, чтобы вернуть пару сотен рублей. Мы обратились в управляющую компанию «Город», где работает дворник-невидимка. За разъяснениями. Оказалось, есть подрядная организация, некая клининговая служба, которая из рук вон плохо выполняет свои обязанности. Мы решаем сейчас подрядные организации, то есть мы их наказываем, конечно, тоже. Вот вопросы решаем сейчас именно по таким проблемным домам. По словам жильцов, эту самую клининговую службу они не видели ни разу. Правда, однажды после дворового субботника, когда площадку возле дома убрали сами жильцы, приехали какие-то люди. Вооруженные, правда, не метлами, а фотоаппаратами. Фотографировали чужой убранный труд, можно сказать, вот так вот. Писали в администрацию. У меня даже есть письма, ответы, что территория у вас убрана, акты у нас подписаны. Кем подписаны, неизвестно. Вот так отговариваются. То есть вот 180 рублей я плачу каждый месяц, а убираюсь тоже сама. Если жильцам все равно делают перерасчет, тогда почему бы не убрать лишний пункт из платежки? В Домоуправлении ссылаются на мэрию. Уборка при домовой территории обязательная услуга и должна быть в платежках. Но, видимо, не обязательно эту услугу оказывать. Этот и другие наши вопросы остались без ответа. А есть возможность отказаться от такой подрядной организации, из-за которой приходится делать перерасчет? Я это не решаю вопрос. Я еще раз объясняю. Я исполнительный директ. У меня есть руководство высшее. Высшее руководство, видимо, как дворник, существует за гранью нашего восприятия. Встречи с ним мы так и не добились. Но от имени нашего телеканала обязательно обратимся в госжилинспекцию. Быть может, эта инстанция напомнит сотрудникам управляющей компании, что их высшее руководство – жильцы, которые оплачивают их работу.